здравствуйте здравствуйте наши дорогие подписчики гости нашего канала вот мы пришли на дачу кирочки чтобы показать что же у нее тут растет какие цветы какая у нее здесь красота хотелось бы с вами поделиться всем привет привет большой вот пришли посмотреть что у нее тут на дачке растет и гортензия первым делом какая красота вообще ну вообще шапки какие да прямо она сначала вот зеленоватая красота вообще красота а у меня широколистная была тоже вот с такими но она у меня раза два на на вымерзла один раз потом к былинка пошла так она и замерзла так укрывала что только не делана такая красота и срезаю потом эти вот цветы убираю срезаю и связываю все и она мне так и зимует бы я ее не накрываешь не накрываешь на меня там еще вот ванила фрайс есть потом дойдем а вот в этом году еще вот одну купила гортензия так в какую сторону помидорки помидорки это вот как они черри черри пиноккио называется их ведра посадила и они у меня так ведрах и здесь это это заборчик ты сама сделала заборчик сделала вот вот посмотрите какая рукодельница вот когда на прошлой неделе но это у меня потом под задумку идет там нужно ящик будет поставить тут сколько вот розочка да да розы ну практически все живые такие розы это ты нынче садила или как или нет они они недавно посадила но она что-то не соответствует это вот фокус-фокус но она что-то не соответствует вот она такая вот тем темная вот единственное что вот тут вот только начин да вот не соответствует питунь и сколько вот ты говорил про разноцветные до питуньки вот садила как бы много питуней ну почему то вот белый и фиолетовый лет он чисто фиолетовый там сейчас покажем с разводами а эти ага это поставали это фиолетовый с белым как-то дал бы низкий вот этот бархатцы вот эти вот бархатцы они мне вот нравятся они такие низкорослые низкорослые да и вот они по бордюрчик уйдут а мне здесь как бы много сильный и не надо в том что еще солнечный участок сильно особо вот у меня лаванда лаванда а я тоже кстати посадил лаванду даже она от водками да я не знала что вот она там прищепленная шпилька вот она прищеплена и все это на корешки потом даст я ее потом от матери от это отделишь отделю и пересадим до кое место она зимой принципе цветы я вот только срежу вот эти вот под зиму пусть она так вся и уходит весной укрывать ее не надо ничего ей не надо делать она весной потом будет такая страшненькая но она от корня все пойдет да потому что я думала она у меня в этом году вымерзнет клематис это да у тебя вообще я не знаю на клематис похоже ну он такой беленький будет а запах у него как у чебушника я вообще это брат меня привозил из челябинска может это чебушник ну посмотрим потом дачу интересно даже у него вот как вот уже смена вот у чебушника вот у этого вот но я вот не знаю я вот посадила его но он не льется вот просто вот так просто кустик и цветочки у него один раз раз и это вот венок у меня вот смотрите какой красивый ты вчера говорила да 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 слушай какая красота да да вот такой вот один день всего цветет все завтра закроет бутон и ничего вот это вот так он вянет и сюда завел вот от него уже отвалились вот эти вот штучки слушая как-то видел что это тут ягодки у них и такие плодики образуются не знаю да красота какая здорово вот так вот по одному цветку но здесь вот иногда цветок тоже вот он выдает один один ствол да вот один сюда его с краснодара вот привезла в прошлом году и это украла украла у меня дома был зимой я хочу зимой домой его надо забрать я его хочу как плеть опять дернуть вот и дома посадить черенковать вот я черенок даже сделала себе здесь он растет да ну не знаю растет или не растет но посмотрим как прикопал посмотришь потом потом посмотрю еще сильно особо некуда его даже если тоже обещает быть такой но это уже когда распустятся тогда уже будет видно смотрите красная какая розовая соответствует как бы этому картинки побледнее может быть сиси чайный гибрид гибридная сиси это я выписывала через интернет эти розы недорого в принципе что-то вам 170 рублей за закус ну саженцы в принципе очень пришли хороших хороших состояниях они это такие что не болели долго посадила их и все и они пошли пошли ну значит корни были хорошие по этой корни у них такие беленькие вот эту никакая шикарно белая немножко разбавляет так все у меня что-то фиолетовое думаю что наверное в садик половина отнесла и подружкам пораздавала все остальные а вот уже белые розовые прожилки это вот какая-то ну как махровая да как будто и вот здесь вот еще а это и устом когда вот у тебя ну их да если они не распустит их домой забирать вот они вот начали вот бутончики вот это же бутон да маленький бутончик домой заберу конечно и дома будет а у тебя это вот лаванда вот она на это на черенкованная стоит а да и и не знал что надо будет также и и это у меня тоже есть лаванда но она как маленькая у меня говорят с розами лаванда очень красиво смотрят и планирую потом как-нибудь разве сочетание сделать вот тоже какая питунька наверно болеет что-то она что-ли или чем не значил антенна вот аналистики желтеет может влаги не хватает ей перезвуток мне кажется и уже и замульчировала там чтобы у меня она сильно не передовала не пересыхала но все равно красота все равно ты вот в этом году этот посадила вишню так место не галеком не стояла инструкцию воткнулась семена она ползучая на хорошо так будет укрывать вот это все настурцы вот это вот еще 2 там этот кипарис кипарис как в общем можжевельник можжевельник или там но нога я хочу так шариками их формировать чтобы они не были не были вот такие хочу немножко пусть подрастут шариками таким сделал макушку их обрезать они будут такие посмотрим как будут жить вот это тоже начинает красавица тоже она хорошо тоже это хорошо вечером за распускается так ларис николаевне нравится соседки моей она тоже любит а здесь мята самосилом как-то зашла и она так и осталась и здесь вечером выходишь на лавочку садишься пусть чайный столик будет ну или не чайный столик а знаете такой вечером хотя бы уже мангал поставить вот вы представляете она сама делает вот была был старый стульчик все крышку от эту сняла все вот болт еще нужно последний открутить и вот это вот она хочет сделать чайный столик обтяну вот это вот все пленкой какой-нибудь или что чтобы так это не сильно страшно смотрелось и вот это тоже весь испортился вот пожалуйста все открутила старое все сняла и вот так вот будет потом тоже все пленкой наши женщины молодцы и в горячую избу и коня наскаку и стул сделала стол приезжает поздно поэтому мне я иногда жду-жду потом не дожидаясь но молодец это же у меня муж вообще в восторге когда вот он смотрел один там ролик я не помню женщину как сама все делает и он ему нравится женщина делает это все руками сами ну да молодец молодец посмотри все сама пруд мой прудик такой я что-то его так сделала ну надо делать доделать для себя так сделала до для себя пусть лишний водоем будет такая нога там и плавать можно даже где-то вот так вот где-то по колено еще на будущее я хочу там конечно вот эти вот лилии в один и развести но поглубже только надо глубже я уже тоже об этом подумала что и вот в этом месте даже будет очень ничего мне кажется только там вот оттуда есть кто нибудь никого нету заброшенное все с мужем думаем на следующий год все таки взять его этот участок в этом году мы хотим там все скосить он никому не нужен этот участок будем просто за аренду платить ну понятно а прудик такой интересненький ежики цыпленок уточка а это улитка да это какая-то ракушка или ракушка или улитка золотая лягушка припрыгала здорово да поглубже на только все от я вот только что не растение надо посмотреть еще по интернету какие эти по камням плетутся чтобы вот заплело все я вот в этом году купила но они вот такие вот еще маленькие это многолетники да а ведерки до но она разрастется это пока маленькая разрастется будет красиво это я так вот посадила чтобы хотя бы более-менее видуха была виду у тебя тут вообще в общем-то про лично так будем говорить посмотри как все а это вот это как ее елочка то вот это колючка кана господи кипарисовик или как они да 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 поехали в обе магазин я говорю купи кипарисовик они там распродажа была 99 рублей это вот я ее посадила вот недельку буквально замульчировал да ну да чтобы она не сильно земля здесь перегревается сама трескается все это потому что дождей у нас нету у нас в связи и жарко прям такая погода засуха так дальше посмотрим что тут ой сколько лили тоже а а это вот как он называется агератум агератум да 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 а он же сам себе сыпет да 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 он у меня был такой да он потом весной взойдет до семена взойдут я тоже не думала синий вот белый еще ну белый что-то вообще весь развалился вообще планировалось вот так он сам себе сыпется а потом его будет полно тоже так вот пусть он тут сыпется и я еще наверное и перепутала его я в детский садик отнесла там где работаю на клумбу на большую сделала и видать перепутала местами нет 0 красиво смотрится такая нужно было синий белый синий белый синий белый синий белый а он как хотела вот ну а вот тут получилось в итоге белый вон там синий а здесь синий синий а там бело-бело лили какие плохо вот они быстро цветают от лилии вообще было у них много вот так вот отсюда была засажена и вот до самого и в итоге все вымерзли вот наверно видать то что северный ветер был и вот от этого как морозы когда были не было у нас не но но это повозь ну как начало зимы у нас не было до были сильные морозы это вот розочка ну ничего видишь отошла пустила новый прирост он красненький пойдет ты их на зиму накрываешь да чем-нибудь нет розочки я ставлю вот такие вот маленькие дуги вот и сверху вот так вот расселечка мы тоже так но только мы большие ставим а потому что здесь вот одна роза это сильно длинно не натянешь помидорчики все как солдатики стоят тоже с капустой вон обманули подожди сейчас посмотрим качан нет нет это цветная будет помидорки всякие разные всякие разные сорта и огурчики посмотри как оригинально придумала с огурчиками ты молодец какая они у меня по земле вот да это метод какой-то елочка ли так она там называют интересно как колушки вбила от старого бассейна вот эти вот штуки взяла вот а на следующий год опять новые но привязала все я не так умней а боковые огурцы вот эти плети ты обрываешь да все опаски я все убираю на тех решила оставить там же огурцы езда там эти сорта здесь вот это чем кураж идет и какой-то там зятек за зятек мама всегда садила кураж поэтому я кураж всегда и сажу ну как бы он такой плодонож но 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 хороший урожай урожай хозяюшка сразу видно занимаешься и рука стая по моему с руками и будем говорить пока есть время так а вот это вот мы дошли до гортензии да вот это гортензия метельчатая вот это вот ванила фразе вот она сейчас пока белая и потом она будет это начнет розоветь розовите потом такая макушка она как мороженка ну вот у нас вот там два куста тоже так один такой же сегодня или завтра кормлю на же пить еще много любит а подкормлю лимонной кислотой мы тоже под лимонной кислотой еще квас вот остается квас когда не молоко говорят и даже кефиром кефиром можно еще можно марганцовкой слабым таким раствором не такой сильно но чтобы надо короче подкормить и тогда говорят что ветки как это жесткий становятся держит лучшую форму я вот в этом году начеренковала и да значит еще попытаешься как-нибудь другим а здесь тоже брошенную часто вот перед нами два участка но нифига себе и после нас еще два участка брошены садов много берите кто приходите берите а вот пожалуйста тоже желтая нам будет а вот про который ты говорила это ты посадил недавно да нет и уже она же маленькая она же любит кислую почву да да она у в торфе я тут ее постоянно тоже подписляю у меня там удобрение специальное было я это закончила сейчас вот этой мульчой замульчировал этой корой корой лиственницы специально чтобы она что же прикрыл чтобы не снизили одна единственная такая вот она она невысокая будет это как кустарник да ну да но нет она еще по ним он подрастет я думаю что она когда цвести начала и у нас был какой-то наверное прихватил ее дать его и я ее рано открыла так и на зиму вот так вот и уберу и наклоняешь до наклоняя потихоньку ее осень и шпилька тоже пришпиливаю и этим укрывным накрываю но ясненько а это ночная красавица рядом да вот она желтая видите вчера розовая вот потихоньку потихоньку все знаете когда вода есть тогда она все и в силу как бы приходит до баклажаны чего это за баклажаны баклажаны есть ну пока еще маленький ничего подрастут успеет перчики а этот баклажаны тоже до баклажаны посадилась дуру 40 корней это чтобы место не пустовало ну да трудно прополоть у меня не трудно прополоть ну а это перчики раз разные здесь он такие вот какие малюхонькие слушать что такие маленькие про яичу они такие маленькие что-то им не хватает наверное но ничего вырастут бог да тот он уже вот думаю что им здесь не место раньше они у меня прошлом году всегда росли на той стороне и нам всегда там было хорошо у нее такие жирные были такие большие значит нам точно не место им здесь не нравится вот они этот сорт кураж но здесь я уже пасынки все оставляю я здесь уже не этого не пасынку их тут уже так как растут сами себе так и растут да пошел уже начал плестись надо веревочку привязать и картошечка тут есть немножко это картошка магазинная оставалась из магазина 6 ну и будет значка чем ей до сентября расти капуста тоже но кабачки их жарить хорошо завтра поеду домой завтра подружки хороший это по построил домик большой бассейн вот пожалуйста большой купаться можно а бассейн как раз тоже четвертый год он пошел бассейн четвертый год а тут соседи тоже сколько соседи много ну ладненько пробегу пенсионного такого возраста я к ним хожу свет если я сама не ну да если не знаешь что посоветоваться потихоньку все потихоньку ну ладненько будем прощаться пока пока еще не раз зайдем кирочки если она не против кирочка всем пока пока спасибо за просмотр до свидания